В Международном комитете Красного Креста заявили Азербайджану, что армяне не обеспечивают безопасность конвоев Международного комитета Красного Креста. В том числе и об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в Министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Якимята Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева. 11 сентября вскоре после получения соответствующих запросов от Международного комитета Красного Креста о пропуске товаров, азербайджанская сторона выразила готовность содействовать транспортировке товаров, перечисленных в данных официальных запросах, и попросила комитет сообщить дату и время, когда именно будет организован одновременный проезд. В ответ Баку получил сообщение, что комитет не имеет подтверждения с армянской стороны на прием товаров и обеспечение безопасности автоколонн Красного Креста. Было отмечено на брифинге для дипкорпуса. На мероприятии также говорил, что продолжающиеся возражения армянской страны против открытия дорог являлись политическими и не имели ничего общего с какими-либо гуманитарными соображениями. Цель заключалась в том, чтобы сохранить инструменты и средства для дальнейшего разжигания сепаратизма на территории Азербайджана. Заложники данной политической авантюры – рядовые жители. Кроме того, спикеры мероприятия еще раз напомнили, что вооруженные силы Армении в составе более 10 тысяч человек продолжают незаконно дислоцироваться на территории Азербайджана, и эти вооруженные формирования на территории Азербайджана финансируются непосредственно из армянского госбюджета. А также о том, что Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана. Участники брифинга выразили особую обеспокоенность из-за использования армянами средств радиоэлектронной борьбы, незаконно размещенных на суверенной территории Азербайджана. Воздействию радиоэлектронных помех подвергались не только гражданские самолеты азербайджанских авиалиний, но и самолеты зарубежных стран. В ходе брифинга было подчеркнуто, что, несмотря на все усилия Азербайджана посредственно вовлеченных международных партнеров Армении и созданные ею на суверенных территориях Азербайджана незаконный режим, продолжают подрывать процесс нормализации и отвергать все предложения, направленные на снижение напряженности. Несмотря на призывы Азербайджана, армянская сторона не отказалась от своих действий в этом направлении. Мы требуем от Армении прекратить наращивание военной мощи, воздержаться от реваншистских планов, прекратить оспаривать и нарушать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также прекратить спонсировать сепаратизм и терроризм в Карабахском регионе Азербайджана. Мы также требуем немедленно начать вывод армянских военнослужащих, распустить военные и так называемые правительственные структуры подчиненного Армении марионеточного режима и разоружить все армянские вооруженные силы, незаконно находящиеся на территориях Азербайджана. В этом случае к так называемым представителям незаконного режима может быть применена амнистия.